Древние артефакты в Анатолии Данное видео будет о древних артефактах в Анатолии, которые относятся к древнему Хетскому царству, согласно официальной версии, и датируются все примерно 1700-1600 годы нашей эры по примерно 1180 году нашей эры. Но в основном они датируются где-то 1400-1300 годы нашей эры. Те, что будут показаны в этой, как народ, как нация, довольно-таки уникальны. Есть три версии о самих хетах, то есть сами ученые толком не знают. Более ранние версии, ну, было предположение, что хеты пришли с Кавказа, и они разбили местные народы хатов, которые жили в Анатолии, и, ну, частично их ассимилировали и поселились на их землях. Другая версия, уже современная, опять-таки я проверяю, перепроверяю Википедию, что пишут, и там буквально каждый месяц-два пишут совершенно кардинальные версии. Вот вторая уже версия появилась, что хеты пришли с территории Балкана. И, ну, и та, и та, и та версия утверждали, что хеты это индоевропейцы, но только более старая версия говорила, что, возможно, хеты пришли с Кавказа, с Кавказских гор. А современная версия, ну, которая появилась относительно недавно, вдруг резко стала утверждать, что хеты пришли с Балкана. Ну, как оно было, кто его знает. И существует еще и третья версия, что хеты, как народность, в принципе, там и жили где-то в том районе, рядом с хатами, они ниоткуда не приходили и постоянно жили в Анатолии. Просто они, ну, расширили свои границы владения и поглотили самих хатов и всех остальных. И образовали хетские государства. Также еще хочу добавить, что в этом относительно небольшом видео будет показано, ну, почему я именно делаю видео в этом, там очень часто показаны символы быка, тельца. Я считаю, что это отдаленные отголоски эпохи тельца, эпохи Энлиля, так как хеты часть шумерокадских богов и позже вавилонские взяли свой пантеон богов. Например, такой бог, как Тешуб, который тоже частично был у хетов. Есть предположение, ну, и не только у их, и у других народов тоже есть такой бог, как Тешуб на Ближнем Востоке. И есть предположение, что его можно отнести к клану Энлиля, так как он постоянно изображался стоящим на тельце. А позже, ну, через еще какое-то время, символ тельца уже заменили символом льва. То есть произошла смена религии. И вот, когда изображали бога Тешуба на тельце, есть предположение, что это какие-то отдаленные отголоски воспоминания хетов о эпохе Энлиля в шумерской цивилизации, ну, и как какую-то часть почитания более древним богам клану Энлиля. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Кто такой Тешуб, толком непонятно, но чисто по косвенным вот таким признакам я бы высказал предположение, что бог Тешуб – это либо не нужно, в любом случае представитель клана Энлиля, по крайней мере. По сугубо вот таким вот косвенным предположениям удалось вывести, кто такой Тешуб, стоящий на тельце. И всегда, ну, более древние имена, он изображался на тельце. И также у хетов очень много символов тельца. Вот, все остальное дальше вы видите в самом видео. Параллельно голосом я расскажу немного о самой хетской цивилизации, как таковой. Всем спасибо за просмотр. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Хетты – самоназвание Несили-Коносили, индоевропейский народ бронзового века, обитавший в Малой Азии, где основал хетское царство. Самоназвание хеттов Несили-Коносили происходило от города Несса – Каниш, в то время как термин «хатти» использовался для обозначения жителей хетского царства, а также более древних обитателей этих земель – хаттов. В последние века своего существования хетты создали могущественное новохетское государство, приступил уми первым, существенно распространившее свое влияние на Ближнем Востоке и вступившее в военную конфрактацию с региональным дегемоном Египтом. При Тутмосе III хетты еще присылали египтянам богатые дары, но в период правления от фараона Хорембеха до Рамсеса II две конкурирующие держали верли войны за контроль над Сирией, частью которых была битва при Кадеше. После уничтожения хеттского царства под ударами народа в море во время так называемой катастрофы Бронзового века, коллапс Бронзового века, народ хеттов пришел в упадок. Прародиной хеттов были предположительно Балканы, которые они покинули в конце III тысячелетия до н.э. Другая версия утверждала, что они пришли с Кавказских гор. Гиндин предполагает, что хетты были первым индоевропейским народом среднеостоговской культуры, заселившим Болгарию и Грецию еще в IV тысячелетии до н.э., а затем высеченным в Малую Азию второй волной индоевропейского нашествия на Валканы. Хетты испытали сильное влияние в лице местного автохтонного субстрата рахаттов и местной степени хуритов в Митане. Третья версия утверждает, что хетты – это коренное аборигенное население Малой Азии, ветки, которые обосновались в Малой Азии в XIII-X тысячелетии до н.э. . . Также на культуру хетто показало очень сильное влияние вавилонской цивилизации, от которой они заимствовали клинопись. Хетто использовали для своих записей две письменности, адаптированные в вариант ассирийско-галлиновской клинописи для ранних тестов на кетском языке. Сами хетто оказали влияние на культуру всех своих соседей. Субтитры создавал DimaTorzok Информация хеттов есть в так называемом тексте о пророке Иезекиле, который, находившийся в вавилонском плену, упрекал Израиль в смешанных браках с хеттянками. Субтитры создавал DimaTorzok Информация хетто поклонялись богу Грома Тишубу, Тишуб Тарку. Он изображался с перунами в одной руке и с двойным топором в другой и с бородой. Информация хетто. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон «Симон» Субтитры подогнали Симон 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 Субтитры подогнали Симон